Об использовании относительно нового финансового инструмента биткоинов или криптовалюты шла сегодня речь на совещании у президента. Как отметил Владимир Путин, Россия в этой области должна опираться на мировой опыт. При этом глава государства особо подчеркнул, необходимо исключить риски, связанные с мошенничеством, уходом от налогов и финансированием терроризма. Антон Верницкий продолжит тему. Совещание по экономике, на которое Владимир Путин пригласил министра финансов и председателя Центробанка, в общем-то для главы государства дело обычное. Если не считать, что тема криптовалюты президентом на подобных совещаниях еще ни разу до этого не поднималась. Среди приглашенных на совещание Сергей Солонин, директор компании Киви, одной из крупнейших, занимающихся виртуальными платежами в России. Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалюты. США, Дания, Швеция, Австралия. На этой карте наглядно показано, где активнее всего уже используют криптовалюту. В Японии, например, ее легализовали еще весной этого года. Но, тем не менее, законным платежным средством она там так и не стала. То есть, хочет покупатель рассчитываться с продавцом биткоинами, закон это не запрещает. Но официально все-таки нужно вести расчеты в иенах. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере. Мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. При этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы. Что такое криптовалюта и откуда она берется, мы рассказывали в одном из выпусков программы «Воскресное время» в информационном проекте «Будущее за углом». Условно, биткоин – это компьютерная аналогия золота. И то, и другое ценное, потому что редкое. Чтобы создать один биткоин, нужно решить очень сложное уравнение. Задачу ставят мощные компьютеры. Они же ее и решают. Долго. Чем больше правильных решений, тем больше денег. Вот такие фермы, как их называют специалисты по майнингу, этот термин означает «добыча», состоящие из мощных компьютеров, непрерывно проводящих математические вычисления, есть во многих странах. В том числе и в России. Сейчас мы видим, идет добыча, примерно 17 долларов в день. Сегодня один биткоин стоит 4797 долларов США. При этом вся эта система работает сама, ни от кого конкретного не зависит, и построена так, что подделать криптоденьги невозможно. Но есть и опасности. Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма. Ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Ну и, кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения. В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Министр финансов еще в начале года предложил включить в государственную стратегию повышения финансовой грамотности россиян тему криптовалют. Мошенники действительно не дремлют. Вот свежий пример. Один из жителей Обнинска недавно купил с рук, как ему сказали, самые настоящие биткоины по тысяче рублей за некую блестящую монетку. Что такое биткоин, он толком не знал, как, наверное, и сами мошенники-продавцы. Но реальные деньги перекочевали в их карманы. О том, что криптовалюта – это вовсе не какое-то далекое будущее, можно судить по разговору президента с учениками школы «Сириус» этим летом. Тогда дети живо интересовались, не завести ли России свою собственную криптовалюту. Идея хорошая, но мало шансов ее реализовать вот сейчас, во всяком случае. Но в будущем это, конечно, возможно. И если об этом будущем думать, то думать нужно же сейчас. Главное, как выразился Владимир Путин уже на сегодняшнем совещании, не нагородить лишних барьеров в этой сфере. Антон Верницкий, Андрей Мелехов, Олег Колчков. Первый канал. Сочи.